Это классическая история, а люди время стал Антиох-Эпифан. Общались, в общем-то, вот то, что вы видели, ответы на вопросы, да, это могло занять пару месяцев, да, то есть общение с ней, дружба, то есть задавали ей вопросы, и в конце концов я дал ей домашнее задание и сказал, что на этой встрече мы будем говорить о чем-то очень важном, вот, значит, и я подготовил ей такую страничку, сейчас мы вам объясним. Хорошо, Маша, шалом тебе, добрый вечер, как ты себя чувствуешь на этой встрече? Ну, добрый день, я волнуюсь, конечно, потому что в прошлый раз ты сказала, что что-то будет особенное такое, поэтому немножко волнуйся. Ну, хорошо, мы с тобой говорили, что в общем, в последнее время мы с тобой делали такой анализ, да, мы размышали над твоим сердцем, задавали вопросы тебе, да, помнишь, и составляли с тобой список ситуаций, твоих реакций, расчетов твоих доводов и ценностей, да. То есть мы проделали достаточно большую с тобой работу, вот, и на этой встрече хотелось бы попытаться, чтобы Господь, Он действительно что-то проговорил в твое сердце, чтобы ты что-то увидела важное. Помнишь, мы с тобой на прошлой встрече, я тебя попросил еще раз сделать резюме, и вот мы с тобой сказали, что вот это, скажем так, это такой камешек, да, камешек, где есть Е, Р и Д, то есть твоя реакция, естественно, расчеты довода. То есть мы взяли все твои реакции, и мы сказали, что из всех твоих, каждая твоя реакция, это как камень, да, и в общем-то все эти вместе твои разные реакции, можно целую скалу нарисовать, да, такая скала состоит из камней. Каждый камень – это твоя реакция, расчеты довод, то есть это твоя стратегия. И мы также записали то, что мы назовем с тобою твоей смертью, вот видишь, вот тут крестики, это могила, мертвецы, скелеты, то есть это смерть, то есть это то, чего ты боишься, это штормы, это ситуации, которые для тебя страшные. И вот ты здесь стоишь на этой скале, и мы хотим, ну, как бы разобрать ситуации, которые будут актуальны в твоей жизни. Давай вот выберем какую-то из этих смертей, какую смерть ты хочешь выбрать. Ну, это моя обычная вещь, это когда Иван приходит с работы, 18-30 приблизительно. То есть 18-30 Иван приходит с работы, и это как для тебя смерть? Ну, это да. Смерть, да, то есть это событие, которое очень страшно для тебя, да? Которое я избегаю, как могу. Да, то есть ты смотришь, и тебе кажется, все, это вот он приходит, это смерть для тебя. Скажи мне, вот, ну, что происходит, когда вот перед тобой это смерть в виде Ивана, который приходит в полседьмого, то как ты реагируешь? Давай вот напомни нам, что ты делаешь? Ну, я делаю, ну, один раз я, например, стою, есть несколько, как бы, таких стратегий, но одна из которых я стою около окна, смотрю, вижу, когда он приближается, и чтобы избежать этого контакта, я иду и мою посуду, которую я куплю с утра. То есть это твоя видимая реакция Е, да? Да. И что ты хочешь добиться через этого? Ну, я хочу избежать контакта с ним. Я не хочу видеть его. Потому что. Ну, ну, потому что. Я тебе напомню, да? Ты сказала, что он не навязывается к тебе, да? Берет на себя роль мамочки, да? Ну, да. Готовит ужин. Хорошо. То есть можно сказать, если я тебя правильно понимаю, ты свою, когда ты идешь спать, ты как бы хочешь укорить Иванов его… Мыть посуду я взяла. Мыть посуду ты взяла, да. То есть когда ты идешь, извините, мыть посуду, ты, в общем-то… Спать я тоже иду, по той же причине. Да, другой. То есть когда ты идешь мыть посуду, ты, в общем-то, хочешь так показать ему, насколько ты занята, да, насколько ты тяжело работаешь. Да. Хорошо, давай еще возьмем другой камень, то есть вот в этой скале. То есть у тебя что еще было? Что, как ты еще ведешь, как ты пытаешься спасти себя еще от этой смерти? Ну, еще когда, там, ну, как ты сказал уже, что я иду уже, ну, ложусь спать, вот тогда, да, действительно, он расчет, что мы опять-таки избегу этого контакта, и он как бы не будет навязываться мне, навязывать свое общение, свое внимание. Ну, да. Или с детьми. Или что-нибудь с детьми. Да, я знаю уже, когда он придет, и я, там, приблизительно к этому времени иду с детками, и начинаю играть в Лего. Ну, это, ну, очень длинная игра. Еще хоть у тебя стратегия была одна из ЕРД, у тебя была еще стратегия? А, ну, я еще звоню по телефону, когда он приходит. Ну, я же медсестра, и многие, как бы, меня спрашивают, вот, и я хочу ему показать, что вот я такая хорошая, он этого не видит. Ну, хорошо, смотри, вот, Мария, интересно, да, смотри, вот ты описала разные камни, да, вот в этой скале. И смотри, мы видим какую-то яркую картину, общую такую себе подытожить, то есть Иван слишком близко, некая смерть такая, да, и он может начать тебя критиковать. Ты хочешь избежать этого, ты бежишь в кровать, играешь влога, звонки по телефону, то есть ты видишь ясную связь между вот этой смертью и этим твоим, с этими камнями, да? Ну, да, я вижу, что все, все направлено на то, чтобы, все стратегии разные, но они везде один и тот же расчет, как бы, чтобы избежать контакта с ним. То есть я это так ясно увидела. Хорошо, да. Да, то есть ты разными способами вот спасаешь себя вот от смерти грядущей, да, от Ивана. Ну, то есть я отодвигаю этот момент, когда я все-таки должна снять контакт. Смотри, ну, хорошо, спасибо, мы, в общем-то, с тобой очень классно систематизировали, собрали информацию о тебе по-библейски, а сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели с тобой и попытались через библейские очки прокомментировать то, что происходит в действительности с тобою. Я хочу, чтобы ты открыла со мною одно место писания. Это Лука 9.24, я тебе напишу это, Лука 9.24. Прочитай, пожалуйста, Лука 9.24. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Мария, скажи, пожалуйста, вот согласно этому стиху, который мы прочитали, что Бог говорит о том, что вот здесь происходит, как ты думаешь, Мария, что ты делаешь? Ну, я пытаюсь свою душу сберечь, потому что очень страшно. Я здесь напишу где-то тут, что ты спасаю свою жизнь. Ну, как бы, я думаю, что спасаешь свою жизнь. Скажи, пожалуйста, когда ты спасаешь свою жизнь, кто является в это время твоим спасителем? Ну, я знаю, что должен Христос являться спасителем, но в этом случае я сама спасаю свою жизнь. Ты спасаешь. А, смотри, я напишу тебе, напишем, да, тут. Потому что кто же еще и спасет? Да, я спаситель, да? То есть ты вот здесь стоишь, есть грядущая смерть, да, а ты пытаешься себя спасать. И смотри, в действительности я хочу тебе еще, мы сейчас дорисуем это, рисуем здесь Бог, крест, в общем, тут Мессия, да, спаситель. Ну, я так не думала, что прямо я спасаю себя, я спаситель, я так привыкла уже делать. Ну, смотри, получается, ты являешься спасителем, да? Да. Бог говорит, что Он спаситель. Да. А как ты думаешь, как Библия называет то, что ты делаешь своим поступком? Ну, я не знаю, как Библия называет, но я из этого вижу, что я как бы заменяю с собой у Христа. Угу, заменяю. Смотри, мы сейчас какую-то стрелочку сделаем и напишем на ней «заменяю». Заменяю. Я никогда так не думала, я не думала, что это так. Ты сейчас видишь, да? Скажи, пожалуйста, как Библия называет, когда мы заменяем Бога, когда мы упываем на кого-то, на что-то вместо Бога, то как это Библия называет? Мне, конечно, трудно так это прямо сказать, потому что я никогда так не думала, что я заменяю Бога в такой будничной ситуации, в такой, как бы, ну, подумаешь, там, пять раз в неделю избегая мужа. Угу, но все-таки как Библия называет это? Ну, я становлюсь вместо Христа, то есть я поклоняюсь себе или как чему-то там во мне. Ну, да, то есть мы скажем, ты заменяешь Бога, да, то есть… Заменяю Бога, то есть… Как Библия называет это, помнишь, слово «идола»? Да, «идола поклонства». Мне, конечно, трудно это… Трудно увидеть таким образом, да? Ну, не сознать трудно. Угу, ну да, я понимаю тебя. Помнишь, еще есть такое место, Захария 12.10, я тебе напомню. «На дом Давида и на жителей Иерусалима из-за людей благодати и умиления, и возряд на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о первенце». Вот как ты думаешь, что… О чем сокрушаются люди, когда они увидят Христа? Что они сделали? Пронзили его. Пронзили, да? То есть я еще одну стрелку сюда нарисую, напишу «пронзили», да? Получается, что я тоже его пронзаю? Ну, да, получается, что я понимаю, что это тяжелые слова, но когда мы заменяем Бога, когда мы изменяем Ему, когда мы ставим кого-то вместо Него, смотри, получается, что, видишь, ты пытаешься разработать свой собственный план спасения, да? То есть, иными словами, ты ожидаешь получить жизнь, да? Помнишь, в Луке мы прочитали, кто будет пытаться спасти свою жизнь, он что? Теряет ее. Ее потеряет. То есть тебе кажется, это нормальная пути, думаешь, что такого, да? Помнишь, в притче говорят, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, да? Но в конец их путь к смерти. И ты не понимала, что ты делала, да? Да. Вот давай посмотрим, вот даже запишем здесь где-то сейчас с тобою. Вот помнишь, когда мы с тобой разговаривали о благословениях, которые ты ожидаешь от своего плана спасения? Помнишь, вот я запишу? Вот тут благословения. Помнишь, что ты хотела получить как благословение? То есть, совершая вот эти поступки, да? Ты чего-то ожидала? Ты ожидала некого благословения? В чем оно выражалось, помнишь? Ну, я ожидала принятия от Ивана. Принятия от Ивана, ты хотела принятия? Ну, я, честно говоря, хотела бы, конечно, быть кем-то особенным для лужи. Быть особенным, да? Такой, как бы, принцессы, которая... Принцессы, то есть быть принцессой, да? Быть принцессой ты хотела, да? Быть принцессой, что еще? Ну, быть покоем, быть покоем, то есть, чтобы он меня уважал, я столько всего делаю для него и для семьи. Уважение, да? То есть, ты ожидала, что ты это все получишь, да? Да. Вот смотри, это сильно сильное ожидание, и ты хотела это получить. Скажи мне, а что в действительности произошло? То есть, если бы я, ну, нету места, скажем так, я, где бы мне написать, ну, я вот если я допишу здесь проклятие, проклятие, то есть это благословение, это, это то, что мы записывали с тобой как ценностью, то, что было для тебя очень ценно, да? А что ты получила вместо этого? Ну, что я получила? Да. Я получила депрессию, которая меня избавляют антидепрессантами ненадолго. Что еще? Которую я избавляюсь мороженым, в итоге лишним весом и новым гардеробом. Новым гардеробом, да. Да, и меньше внимания, разумеется, от Ивана, гнев, детьми, то есть я и на него гневаюсь, и на детей, боли в спине, одиночество. Ну, да, спасибо, ты прямо, оно же не будем записывать, но, то есть, ты согласна, что это проклятие, да? Ну, да, это странно, потому что я ожидала благословения, а получила проклятие. Да, но смотри, насколько в твоей жизни исполняются слова Христа. Он сказал, кто будет пытаться свою душу спасти, то есть, что нужно спасти твою душу, получить принятие, быть принцессой, покой, уважение, одобрение. Казалось бы, хорошо, но кто будет пытаться себя спасти, тот что? Потеряет. И потеря, это есть проклятие, которое ты получила в свою жизнь. Ну, мне было трудно это увидеть, конечно, я просто писала, когда я с ужасом обнаружила, что я получаю проклятие, это как вода, которая выливается все время из дырявого бедра. Да, то есть, видишь, что получилось, ты пыталась спасти свою жизнь, ты пыталась стать спасителем своей души. Ну, да. И ты ожидала великий план спасения, благословения, но взамен получила лишь одни проклятия, да? Помнишь местописание из Иеремии 17, где написано «проклят человек, надеющийся на плоть, да?» То есть, ты надеялась на себя, на свой план спасения, и кроме всего этого, ты, в общем-то, взяла на себя роль спасителя, да? Да. Потому что это была моя жизнь, я должна была все это получить от Ивана. То есть, я же замуж за него выходила для чего? Он любил меня, принимал меня, на руках носил. Все девочки мечтают в детстве. Никто не мечтает быть там домохозяйкой Бигуяхи с кастрюлей. Да, видишь, как интересно. То есть, ты... То есть, я хотела и должна была, я так думала, получить это, а он не давал почему-то. Но ты сейчас понимаешь, да, что произошло в твоей жизни, да? Ну, какая-то произошла... Ты понимаешь? Истаковка явная какая-то. Но ты понимаешь, как ты согрешил, в чем ты грешила против Бога? Ну, да. Мне трудно, конечно, это говорить, потому что мне казалось, что это нормально. Вот, все женщины такие. Но ты понимаешь, что ты, в общем-то, своими грехами распинала его, да? Ну, да. Ставя себя на место Бога. Да, это так. Живя ради себя. Да. Просто я не думаю, что это имеет к Богу отношение, если честно сказать. Да, я понимаю твое сокрушение. Я вижу, что ты скорбишь, сокрушаешься о своем грехе против Господа. Хочу тебя ободрить, что я с тобой, я понимаю тебя, я тебя не осуждаю. Я понимаю, что ты не видел это так. Но я рад, что ты сейчас понимаешь свой грех, осознаешь грех против Бога. И видишь, как твой план спасения, он действительно обрушился на тебя же. Да, и это слова, кто хочет свою душу спасти, потеряет ее. Ну, давай продолжим дальше, потому что есть надежда от Господа. Давай, вот, если мы прочитаем дальше Луку, 23 стих, что там написано, помнишь? Ну, ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми свой крест и следуй за мною. И Бог, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот бережет ее. Скажи, пожалуйста, Маша, а какими тремя глаголами можно подытожить то, что Господь предлагает нам сделать? Отвергнись, возьми и следуй. Отвергнусь себя, взять свой крест. И следовать за ним. Да, то есть, как ты думаешь, где должен быть крест, то есть, будет ли это правильно сказать, что вот этот план твоего спасения должен быть распят, да, сокрушен, да? То есть, вот твой крест, вот твой план, стратегия, и Господь просит тебя отвергнуть это, отвергнуть твою прежнюю жизнь, да, вот твой образ жизни, вот как ты реагировала, да? Господь просит, чтобы ты отрекалась от этого, да, чтобы ты не пыталась спасти себя. Да, но как по-другому я не умею. Как это ты не умеешь, да. Ну, то есть, тебе, Маша, ты вот стоишь на этой скале, и вот здесь крест и смерть, и буквально тебе нужно просто прыгнуть со скалы, буквально прыгнуть со скалы, да? То есть, тебе нужно активно, конкретно распять себя, и это подобно прыжку со скалы, да? Да, я понимаю, что, как бы, это выглядит очень страшно, тяжело. Непонятно. Непонятно, да, то есть, у тебя, ну, я представляю, ты вот стоишь, как вот на скале, да, и внизу, я помню, в детстве я прыгал с вышки, или меня просили прыгнуть с вышки, я поднимался, смотрел вниз, и говорил, какой еврей прыгает с прыжки, но... То есть, ну, выходил, потому что было страшно, я боялся, но вдруг я ударюсь, как-то не так, я один у мамы. Вот, я понимаю, что это очень тебе сейчас сложно, этот прыжок у тебя, сердце, ну, сердце стучит, и, скажем так, очень сложно, но я хочу тебя ободрить. Смотри, Мария, Господь действительно дает тебе обетование, вот, потому что, смотри, Он ожидает от тебя действительно сделать этот прыжок, вот смотри, этот прыжок, ты должна прыгнуть, да? И, ну, тебе будет казаться, что вот ты прыгнешь, и все, и вот ты попадешь, вот твоя смерть, да? Но в этом и есть вера, потому что Господь дает обетование. Я хочу с тобой прочитать место из Евреев 13.5. Здесь написано, не покину тебя и не оставлю, да? Не покину тебя и не оставлю, да? И многое из других обетований, Господь говорит, те, кто упывают на Него, не будут постажены, да? Не притнется от камень нога твоя. Есть много мест в Писании, то есть, смотри, когда ты будешь прыгать со скалы, в Писании, Господь обещает тебе протянуть спасительную такую веревку, да? То есть, Он говорит, когда ты прыгнешь со скалы, тебе будет казаться, что ты умираешь, в действительности ты не упадешь. Здесь есть много обетований, вот это Евреям 13.5, Псалом 90 и так далее. Мы с тобой еще найдем много других мест Писания, которые показывают, что Господь тебя не оставит, да? И потому что Он сказал, что тот, кто потеряет свою жизнь ради меня, тот что? Обретет ее. Обретет ее, да? То есть, потерять свою жизнь – это прыгнуть со скалы, это оставить свои пути, оставить свой план спасения. Понимаешь? Ну, теоретически, да. Теоретически, да. Да. Я понимаю, что тебе очень сложно это сделать. Здесь одно важное слово от Луки, которое дает нам сильную мотивацию. Я хочу, чтобы ты обратила внимание. Смотри, здесь написано, кто ради меня это сделает. Это очень важно, потому что нам всем очень сложно взять крест и сраспяться. Нам всем очень сложно прыгнуть со скалы. И единственная мотивация для нас – это ради Господа, ради Христа, да? И Ишуа говорит, ради меня. То есть, нет ничего большего, что Бог может от тебя потребовать, кроме того, что сделать это ради Него. Понимаешь? То есть, если ты Его любишь, Он тебя просит это сделать. Понимаешь? Ну да, я понимаю. То есть, ты должна быть благодарной Богу за Его любовь, за Его жертву. И поэтому ради Него, то есть, ты должна найти эту мотивацию, ради Него сделать этот прыжок. И я хочу тебе сказать, что мы тебя не оставим. У тебя много братьев, сестер. Мы будем за тебя молиться, за то, чтобы ты сделала этот прыжок, чтобы ты была готова в твоей жизни. Я просил очень многих молиться за тебя. Спасибо. Поэтому мы с тобой в этот трудный момент в твоей жизни. И сейчас мы подходим к такому кульминационному моменту, который звучит так. Можно так сказать, вопрос на миллион долларов, который ты можешь сейчас... Ну вот, нам нужно что-то конкретное предпринять. Вопрос звучит так. Как будет выглядеть твой прыжок со скалы на следующей неделе? То есть, что на следующей неделе, каким практическим образом ты сможешь разбить вот эту скалу и выразить свою веру и доверие Господу? Как выглядит, будет твой прыжок со скалы на следующей неделе? Как ты думаешь? Я понимаю, что это связано будет как-то с Иваном, его приходом домой. Его приходом домой, да. Давай сейчас попробуем разработать иной план, замены. То есть, совлечься и облечься. То есть, как ты можешь повести себя по-другому, да, исходя из доверия Богу, из поклонения Богу? То есть, какое твое действие взорвет вот этот камень мытья посуды и поможет тебе жить Господом, полагаясь на его канат спасения? Как ты думаешь, вот давай возьмем, какую смерть возьмем? Опять же, Иван приходит в 6.30, да? Давай возьмем, Иван приходит в 6.30 домой. Как ты можешь на этот раз действительно разбить этот твой план спасения? Как ты думаешь, что будет для тебя, что тебе нужно будет сделать? Ну, допустим, я думаю, что я могла бы помыть посуду раньше. И когда он приходит домой, ну, просто его встретить. Окей, да, это выглядит хорошим планом, да? То есть, ты привыкла постоянно стоять у окна и убегать, когда он приходит. И действительно, если в этот раз ты помоешь посуду... Ну, я могу стоять у окна и подойти к двери, когда он подойдет. И подойти к двери, окей. Ну, то есть, что для тебя? Давай подумаем. То есть, знаешь, нам нужен план. То есть, в определенной степени ты сейчас как Давид с Голиафом. То есть, ну, Голиаф – это не Иван, Голиаф – это твой идол, да? Ну, я, может быть, недолго буду там стоять, но, по крайней мере, хотя бы не убегу. Хотя бы не убежишь, да. Ну, то есть, важно сделать хотя бы маленький шаг, да? Ну, давай вот подумаем. Я предлагаю, давай вот разработаем такой план. Значит, первое, действительно, мы с тобой договариваемся. Ты моешь посуду, до шести вся посуда вымыта. Да. Хорошо. То есть, чтобы подготовиться к этому прыжку. Да. Затем, во время мытья посуды, ты будешь молиться и просить Бога о благодати, чтобы встретиться с Иваном. Да. Хорошо. А может быть, знаешь, что еще сделаешь? Возьмешь Библию до этого, вот иллюстрацию засунешь в Библию, ну, чтобы ты вспоминал, о чем мы говорили, чтобы это тебе помогло, да? Вот. И, ну, может быть, вот кому-то позвонишь из подружек твоих сестер, чтобы они молились в это время с тобой. Поможет тебе, да? Есть у тебя, ну, кто-то, мы попросим, чтобы за тебя молились в это время, ну, чтобы было. Вот. И что будет для тебя таким, как ты думаешь, могла бы ты, например, сразу там подойти к Ивану, вот когда он открывает дверь и там бросится ему на шею? Нет. Это тяжелый прыжок, да, это тяжелый прыжок, то есть нужно с чего-то более легкого начать, да? Ну, может, то есть что будет ли всяким более легким шагом? Ну, просто хотя бы его встретить, не спиной у кухни, а лицом около дверей. Лицом. Ага. Ну, может быть, это тоже сложно. Давай, может быть, просто начнем с того, что ты просто будешь сидеть на диване, да, то есть уже не мыть, посудить на диване, ну, и просто ждать его, он дойдет, и ты скажешь, да, там. Привет, Ваня, да. Да, как день прошел? Как день прошел, да? Давай вот с этого начнем, да? Да. То есть чтобы тебе было несложно очень, чтобы ты сразу, то есть ты просто сядешь на диван и выйдешь и скажешь, привет, Ваня, ну, как прошел твой день, да? Если он не рухнет от этого. Если он не рухнет, да. Проявление чувствую. Ну, ты могла бы улыбнуться ему? Я не знаю, попробую. Попробуешь. Ну, давай, если не получится, то хотя бы, чтобы ты его встретила уже, то есть это, это будет хорошим прыжком со скалы для тебя, то есть ты реально разрушишь идола своего, да, и Господь будет с тобой, я верю. То есть это маленький шаг для тебя, но если ты делаешь это ради Христа, Господь тебя благословит, да, то есть это действительно угодно Богу, да, ты начнешь процесс изменений, да, потому что у тебя не сразу получится, но это будет маленький шаг, да, может быть через неделю ты уже сможешь его встретить от двери, да, ну, постепенно, да, ты увидишь, что... Посмотрим, что из этого выйдет сначала. Посмотрим, да, посмотрим, как это будет, но мы с тобой обязательно созвонимся, я хочу, чтобы после этой встречи ты мне позвонила, сказала, как была, прошла встреча, получилось у тебя, не получилось. Мне нужно просто записать себе еще раз и напоминать, потому что все-таки я так привыкла, я так живу много лет. Да, я понимаю, поэтому мы хотим начать с маленького шага, и я верю, что у тебя получится. Хорошо. Спасибо. Спасибо, ну, держись. Хорошо, спасибо. Хорошо. Окей, давайте подытожим, что вы думаете об этой сценке. Какие у вас мысли возникали во время процесса? Что вы думаете? Все правильно. Начать с маленького шага. Пожалуйста, чем-то маленьким. Вы понимаете сейчас, то есть это может выглядеть, что я очень так медленно, шаг за шагом, да, ей открываю и показываю, да, что неправильного в ее жизни. То есть можно было, в общем-то, прийти и сразу сказать, Мария, так и так, да. Вы видите, что человек не хочет, то есть мы все не хотим меняться, да. И чтобы действительно произошли изменения, человек должен очень четко и ясно увидеть, как он грешит перед Богом. Поэтому здесь, да, то есть мы прежде всего хотели, вот это ключевой момент. Очень сложно часто для людей, да, и часто, ну, как бы, перебегаем его или просто, как бы, вот этот момент, когда она стоит на скале, да, смотрите, как я использовал Лука 9, 23. Это очень ключевой общий стих, очень важный Лука 9, 23, 24, потому что всегда, всегда, вот это очень важно, благословение и проклятие, да, спасать свою душу, да, как она, кажется, как я спасала свою душу, да, но спасать ее душу, спасать свою душу в случае с Марией, это было пытаться получить это принятие, быть принцессой, да, быть бы королевой, она спасала себя, она пыталась сохранить свою душу, да, сейчас мы думаем, что сохранить свою душу, это просто не, там, не погиб, ну, скажем так, остаться живым, да, но сохранить свою душу, это мои желания, да, душа, это мои желания, да, я так сильно страстно хочу, да, вообще говорю, кто будет пытаться сохранить ее? свою душу то есть жить ради себя ради своих желаний он в конце концов потеряет то есть ты пыталась быть принятой уважаемой но посмотри проклятие да то есть посмотри что произошло ты так этого хотела но добилась совсем другого да и это классический вариант да то есть люди пытаются делать все что только возможно чтобы сохранить свое здоровье например они работают трудятся да да то есть в конце концов часто видим как люди теряют все за свое здоровье для и люди пытаются заработать дом квартиры все потом в один момент на разрушается часто это и есть проклятие да когда люди что такого я делаю быть ничего плохого да но это был принцип твоей жизни ты так страстно этого хотел ты пытался добиться это был твой идол да и посмотри что произошло в реальности на этот момент когда мы говорим хорошо мария ты ты была в центре всего ты пыталась спасти свою душу да ты спаситель и посмотри кто действительно спасает кто действительно является спасти это момент нелегкий когда человеку нелегко признаться да что всю свою то есть определенных сферах жизни опять же да он пытается спасти себя да он пытается оправдать себя таким образом заменяя бога таким образом служа себе служа своим идолам и эта картина очень такая хорошая по что практично показывает что нужно сделать то есть я спрашиваю себя что будет прыжок со скалы конкретно как я могу в чем я могу проявить свою веру в маленьких шагах на кажется смешно может быть замуж за ну типа чё там тренировать там на шот как бы продумывать там варианты как как типа там она подойдет к мужу но по-настоящему в сложных ситуациях это не может быстро измениться до сложных ситуациях иногда тебе нужно опять есть привычка ты привык до тебе нужно делать маленькие шаги даже маленькие шаги веры где ты прыгнешь со скалы на действительно проявишь свою веру где ты проявишь свое доверие богу ты можешь сразу бы там львом из колена иудина то есть этом боялся выходить на улицу а теперь ты лев да и боялся что-то делать теперь давай вперед да то есть шаг за шагом да то есть нам нужно понять какие могут быть практичные шаги где мы можем проявить свою веру богу и шаг за шагом в них двигаться если я чего-то боюсь если я постоянно например там мой стиль жизни гнев раздражение это моя проблема дал к это как я могу проявить веру где в каких ситуациях я могу начать вести себя по-другому я помню я себе поставил такое я заметил скажем так что у меня просто раздражает пробки и я просто ужасно злюсь я просто я ну как бы меня просто выводит я заметил что это уже набирает такие гигантские размеры то есть я просто в нетерпении и я понял что не нужно с этим что-то делать и я просто кей план что я делаю да то есть я то есть как только сажусь в машину на то есть открываю библию валюсь уже уже зная готовились тому что будет точно ситуация да то есть подготавливать это местописание которые мне помогут сейчас именно о боге который знает там его всемогуществе и так далее и как я реагирую то есть я должен подготовиться я принял себе решение каждый то есть пропасть какая-то как бы начинает замедлять движение то есть я выбираю молитвы за кого я молюсь то есть я уже уже подготавливаю себя молитвы так что меня есть ехать 10 минут или там 15 но я знаю что будет от 30 назначена уже значит я вот список это значит за что я буду молиться промаливать и чтобы заменить то есть вместо того чтобы ругаться сейчас да елки-палки да сколько можно да опять я застрял то есть ты начинаешь как бы это что бог не испытывает опять то есть прыжок со скалы ты сейчас не сорваться не начать до елки-палки да достали и там на кого-то это молиться там или там классно все каждого водителя благословляют он молюсь за него там того водителя этого это маленькие вещи да но которые помогают то есть если мы в маленьких вещах они научимся прыгать со скалы то не сможем проявить эту веру в чем-то большом хорошо вопросы мысли размышления комментарии да хорошо почему иван это смерть потому что это есть шторм в ее жизнь когда если мы воскреснем в прошлый раз мы смерть это значит шторм который обрушивается на ее дом а события это это событие то есть это страшно для события потому что она не может простить ивана она не может с ним войти в контакт она пытается с одной стороны пытается его осудить показатель нуждается в нем очень сильно хочет его любви принятия с другой стороны она его осуждает она его не может простить то есть такое внутри и есть такая борьба то есть и очень тяжело поскольку он ей изменил встретиться с ним лицом к лицу вот как бы ну вот он не может да то есть она вот это шторм от муж пришел домой все то есть она вот мечется или она должна пойти мыть посуду или играть с детьми то есть шторм она и более неприятно она не знает как поступить да поэтому для нее это смерть это это страх потому что она его ход не почему женская внутрь то есть это как но как бы она это и есть покаяние то есть в этом и есть начало то есть о чем мы здесь и говорим что человек то есть не может сразу то есть измениться в один момент чтобы простить ей нужно осознать насколько бог и и простил то есть мы сейчас говорим о то есть первый шаг будет что хотя бы она начнет разрушит это свое поклонство служить себе да начнет делать ради господа то есть она начнет к нему служить этому человеку да то есть шаг за шагом постепенно конечно же должен прийти момент где нужно с ней говорить опять же понятно мне не не вместили сюда конечно же в определенный момент здесь же если она говорит вау я понимаю как я сильно согрешила против бога я понимаю насколько я вообще идола поклониться тогда конечно же можно ей сказать мари а давайте сможет поговорим о непрощение к мужу если ты понимаешь насколько бог тебя простил как ты думаешь должна ли ты простить мужа над это То есть, как бы до конца, если Бог тебе столько простил, должна ли ты простить мужа? То есть, прощение – это часть, скажем так, этого процесса. Но это процесс, а не просто простила мужа, и все, поехали дальше, хорошо. Ведь мы понимаем, да? Ты можешь простить человека, но это же процесс. Приезжай, что ты сразу его обняла и полюбила, потому что это процесс изменений, да? То есть, опять же, мы берем реальные ситуации жизненные. В жизни все не просто, да? И мы говорим, что это процесс изменений. То есть, мы вам, опять же, привели пример душепопечительской ситуации, достаточно такой сложной, да? Это не значит, что каждый раз, там, вот, есть такой, скажем так, сложный процесс и так далее. Но мы специально сделали таким сложным, чтобы увидеть разные внутри нюансы, да? Это может быть более короткий, мог человек сразу осознать, да, и так далее. Мы взяли такую сложную ситуацию, где есть измена, да? Когда муж изменяет жене, ну, это не две минуты, простила его и поехали дальше, да? Это серьезный процесс. Окей, ну, нет, понятно, что, конечно, можно, нет, да. Нет, смотри, она же для себя, опять же, смотрите, о чем можно прийти и сказать, мы начали первый день душепопечения, ой, классно, Мария, ты вообще молодец, супер, вообще, что ты не развелась, уже молодец, уже герой, вот тебе уже, уже, уже это, да? Но мы смотрим с Божьей позиции, да? Мы смотрим глубже, да? Конечно же, ну, слава Богу, что она не развелась, опять же, мотивация. Она не развелась, потому что остаться одной из детьми, не потому что она его любила и простила, а потому что ей, возможно, страшно остаться одной из детьми, да? Поэтому, как бы, тут, квартирный вопрос, да, да, поэтому сказать, что ты просто молодец, что не развелась, это поверхностно, да, не заглянув в ее сердце, да? Мы то, что пытались показать, что, ну, как бы, решение истинной проблемы проходит через понимание сердца человека, да? То есть мы можем его одобрить, оправдать, но, как бы, это не значит, что Бог его оправдывает. Ну, это неважно, христианин он, не христианин, то есть, может, ты христианин. Христиане тоже изменяют. Знаете, все возможно верующему. Есть такое, да? Чудные дела твои, Господи, а у детей твоих они еще чуднее, да? Ну, как бы, не должно именоваться, но именно, но это, нет, но мы говорим о реальной жизни, но вещи именуются, но мы же не можем скрыть факты и закрыть, и сказать, что... Мы в процессе изменения, да? Мы все согрешаем друг против друга, да? И никто не имеет иммунитет на то, чтобы не согрешить, да? Поэтому Давид назван другом Божиим, да, но он тоже совершил грех. Хорошо. Я думаю, что на этом мы можем закончить. Редактор субтитров А.Семкин